В предыдущих сериях Рома отправился в столицу России, чтобы найти новый инвестиционный проект. Там он нашел автомобиль, который почему-то никто не покупал. После успешного и не очень перегорного, Рома устранил все проблемы автомобиля. Он уже готов встречать нового покупателя, но почему-то практически никто не звонит. Найдет ли Рома покупателя в этой серии? Скоро узнаем. Ребята, всем салют, здорово. Видел в комментариях, просите приветы передать. Приветики летят. Тамбов, Москва, Санкт-Петербург, Кировск, Вологда, а также Украина, Казахстан. Всем огромный привет, спасибо большое, что смотрите. Так, посмотрим, как там объявления. Что-то звонков, если честно, не густо вообще. Посмотрим, что там пишут. Роман, ты так быстро уже на продажу выставил? А что затягивать-то? Роман, ты? Угу. Как на них контингент адекватный или, как обычно, из-за окраса носом ворудят? Никто не смотрел еще пока, не знаю. Рома не звонят, потому что автотека всем малину портит. Пробег пробивают и интерес пропадает. Привет из Красноярска. Привет. За все надо платить. Такая машина с нулевым пробегом стоит миллион семьсот прямо сейчас. Тут не поспоришь, но машина четырнадцатого года с пробегом около двухсот многих смущает. Как бы хорошо ее не обслуживали и как бы хорошо она не выглядела. Сам не могу продать машину из-за скрученного пробега. Да нормальный это пробег. Чуть больше тридцати тысяч. С учетом того, что он трассовый. Москва, Тамбов. Так что я не парюсь. Первый реально заинтересованный человек заберет ее. Роман. Привет, Варенбург. Зачем пробег смотал? Будь честным блогером. Автотека. Три ДТП. Если бы я был нечестным, ты бы, дружище, ни о чем не узнал, ни о чем бы не подозревал. И госномер бы ты не увидел. И вин-код бы ты не увидел. И вообще все бы ты увидел, когда уже машина была бы продана, допустим. Ну или все было бы уже неактуально, и объявления уже не было. А так в объявлении все доступно написал. И про ДТП, и про пробег тоже все обосновал. Три ДТП. Москва, Московская область, Тверская область, Тамбовская. Сори. Никто не скрывает, машина страховалась по каске. И да, действительно, но это как ДТП оформляется, если ты не в курсе. Даже и там столкновение с тележкой, да, возле супермаркета, это считается ДТП. Столкновение с кузнечиком. Теперь ты видел все, да? Хоть с кем столкновение, это считается ДТП, понимаешь? С КамАЗом, с БелАЗом, с огромным столкновением, это тоже ДТП. Все это ДТП, представляете, ребята? Сейчас такая мысль у меня появилась. Это тот случай как раз, когда новое поколение, так скажем, автоподборщики, ребята, кто и занимается там тачками, которые пробивают, сидят по компьютерам, по текам, там по всяким, блин, вообще по базам. Полностью эту машину отметали все. То есть она была, получается, с тремя ДТП. Первая, сразу звоночек. Ой, бежим отсюда. Причем там на карте ДТП-то показывалось, там кузовные элементы. А там же не видно, ну то есть что, там просто три кузовных элемента, допустим, крыло, капот и дверь. То ли она под КамАЗом была, то ли там ключом провел кто-то. Дальше, конский, ну как, по меркам статистики пробег. У всех же пробег, что у пятилетних, что у двадцатилетних, там 120 тысяч примерно пробег, по объявлениям, сами же знаете. В общем, конский пробег. Ой, ой, ой. Не учитывается, что в мегаполисах и там между городами, если ездить, то пробег как бы растет со значительной скоростью. И третье, добивающее, это арест на регистрационные действия. Все, все покупатели сразу разбегались. Такая куча проблем никому не была нужна. Но тачка реально, ребята, тачка реально классная. Понимаете, дело-то в том, что машина реально супер вообще по состоянию. Вот реально себе бы оставил. Просто, ну, мне машина, блин, по сути, не нужна на постоянку такая. Потому что, блин, я на велосипеде люблю ездить, я люблю пешком ходить. Вот. А тут такая инвестиция, тем более, пропадает. А если у тебя инвестиционный проект, ну, вот это чисто мои наблюдения. Ты приехал, все в порядок привел, там, какие проблемы на данный момент. И толком не ездишь на машине, и новые проблемы не появляются. Просто человек приезжает и радостно уезжает на ней. Я надеюсь, вот в моем случае так и будет. Блин, что-то я разглагольствование это достроил, ребят. Ну, вы знаете меня. Короче, все, продолжаем торговать дальше. Посмотрим, что из этого получится. Ну, по Москве ездила, да? Ну, да, Москва и Тамбов. Ну, как бы она работает в одном, там, живет в другом, грубо говоря, гвардии. Ага. А что там под нищу-то? Весь обработанный битумом? Нет, битумом, ничего. Там все нормально под нищу, абсолютно. Ничего не ржавое, ну, естественно, не гнилое, потому что машина свежая. Так, а по ходовке что-нибудь там? Вообще, вообще нареканий нет, как мячик ходовка, просто, ну, как бы никаких вложений вообще не требуется. Понял, а по кузову красную что-нибудь есть? По кузову, да, там она страховалась по каске, получается, ну, какие-то мелкие были, царапины там где-то на парковке. Такого, чтобы в ДТП машина там на скорости попадала, такого не было. Вот, а покрашенные качественные элементы есть. Последний покрас был шесть, ой, не сколько, в шестнадцатом или в семнадцатом году. И, ну, как бы никаких вообще нареканий нет, покрашено как на заводе, ну, не отличить. Понятно. А сборка у него есть? По-моему, в Венгрии. В Европейской, да, сборка? Да, да, по-моему, в Венгрии. Понятно. А летние резины там есть, они, нет? Да, конечно, все отдаю, все ключи, все резина, полные комплекты. Ну, то есть, как пользовались машиной, все полностью есть. По цене, торгом, без торга, во сколько сможете? По цене торг есть, в принципе, жадничать не буду, торговаться буду хорошо, ну, как бы, я вас уверяю, то есть, по машине вообще вопросов нет, если вас действительно, как бы, интересует такая модель. Да, вот, мне, как бы, вот, сестра заказала машину, я сам из Гармонтайска приехал, сейчас так смотрю, что здесь есть. Ага, я уверен, эту машину купят первый человек, который заинтересован, и он ее заберет, потому что там просто салон, ну, я когда вот ее смотрел, я думал, просто какая-то ошибка, может, это новая, там, или салон переставляли. То есть, ну, в очень хорошем состоянии. Ну, на отдачу, сколько вы за сколько отдадите? Ну, ну, прям на отдачу, ну, давайте 30 тысяч скину, как бы, без проблем. Ага, где-то 740 пока есть, сейчас, ну, еще 10 тысяч, ну, где-то 750, то что, максимально. А, 750, ну, блин, ну, в принципе, блин, не знаю, если честно, так, ну, звонков не очень много, 750, в принципе, чтобы не ждать, может быть, сейчас я отдам. Я как бы, вот, XV рассматривал, ну, вот, и Suzuki с X4, они примерно одинаковые, там, может, XV чуть побольше, конечно. XV и Subaru? Да. Ну, это, как бы, каждый сам выбирает оппозитный мотор или, там, обычный, и у Subaru там свои фишки какие-то есть. Ну, тут комплектация просто, вот, я пользуюсь сейчас. Да, 4-ка, да, двигатель? Да, обычный цепной мотор этот старый, у них рестайлинговые пошли турбовые уже моторы, вот, на этой модели, сейчас. Вот я в салоне, когда покупал ее, такая новая, миллион семьсот стоит. Там уже турбовый мотор, вот, именно, комплектация с кнопкой, запуск кнопки, бесключевой доступ, очень удобные вот эти функции, вообще, просто, я сейчас езжу, радуюсь. Так, если что, можем с вами встретиться, да, где-нибудь, на СТО? Конечно, без проблем, покажу, на СТО масло ни грамма вообще не съело, то есть, вот, я ее перегнал, просто, уровень, как вкопан, у меня даже видео есть, там, если интересно. Так, ну, хорошо, понял, а лобовое целое, да, там, ничего? Целое, оригинальное, немененное, без трещины, без единого скольчика. На площади Калина, может, пересекнемся тогда сами. Давайте подъеду, я как раз в банк, наверное, туда съездить, без проблем. Так, подожди, там, знаете, там и стул есть, сейчас я, давайте, сейчас я согласуюсь, и вам перезвоню, хорошо? Давайте, хорошо, угу, до свидания. Итак, ребят, хочу рассказать вам про одну игру, называется UpX. Оказывается, можно легко и просто зарабатывать. Зарядиться можно в один клик. Делаем это, например, с помощью ВК или через почту. Игра идет на слитки, и для того, чтобы пополнить баланс, есть более 20 способов. Затариться слитками можно хоть на лайткоины. Вот, смотрите, одна из игр, Минер. Так-так, где-то я это уже видел. Здесь нужно выбрать коэффициент, количество бомб и вперед. Важно понимать, что чем больше коэффициента, тем выше уровень сложности. Играйте, но не заигрывайтесь. И еще, нашел тут одну фичу, которая мне нравится. Если держать все выигранное непосильным трудом на балансе, Куртка замшевая, 3. То будет начисляться процент на остаток. Кстати, по ссылке в описании, ты получаешь возможность выиграть до 5к себе на счет. Переходи на АПХ и выигрывай. Итак, поехал показывать тачку первый раз. На СТО там все серьезно. Самому интересно, если честно, то, что я ее, как бы, сами видели, не загонял особо так. Никаких подозрений у меня не было. Ну, все равно, можно посмотреть, что на самом деле там по технике снизу. Сам полазил, ничего не нашел критичного. Не ржи, ничего. Посмотрим, что спецы посмотрят там. Если продам, на аватарку. По ходовой части люфт передней левой, шаровые опоры, износ передних тормозных дисков. Заменить масло в двигателе, масло очень черное. Заменить фильтра, воздушный салонный. Загрязнена дроссельная заслонка. Активных ошибок, кодов неисправностей. Итак, ребята, в общем, с Евгением торг был до слез. В охоточку, так скажем, поторговались. Нормально, все довольны, остались. Сейчас едем оформляться, шины передаю. Ну и все, желаю счастливого пути. С хозяйкой показывал, получается, видос. Не знаю, на такое же согласятся интервью или нет. После расчета уже спрошу. Кстати, ребят, как приехал в Новосиб, посмотрите, заправил полный бак. Даже и бак бензина не искатал. Получается, парням вот больше пол бака презентую, как говорится, от чистого перекупского сердца. Три, два, один. Газ! К сожалению, к вечеру Новосиб задыхается в пробках. Пока что не можем доехать до цели. Просто это, ну, всю историю веду. Вы, кстати, тоже можете посмотреть всю историю. Блогер, что ли? Подписчик. Не, немного. Так, ну что, значит, передал автомобиль новым владельцам. Сузуки СХ4, 190 тысяч пробег. Все это уточнили, да? До принятия решения. Да, кстати, забыл сказать, туманки я менял. То есть, одна была разбитая, другая посеченная. Я просто две, ну, поставил дублевую сразу. По парктроникам сказал. Они, я не знаю, я их заказал, вам как-то их передать потом. Они 750 на Алиэкспрессе стоят. Ну, созунем все. Ну, да. А, я, кстати, вам номер дам свой, потому что эту симку я сейчас... Ну, в общем, понимаете, что? Она, это, просто для объявления. Потому что, ну, там, начнут названивать всякие соцопросы, там, ну, вот эти. Понятно. Все, значит, по машинке рассказал. Ну, также, если что, видосы можете посмотреть. Отрывок, да, который я показывал. Вот, вам счастливой дороги. Ребята, в Горнолтайз, да? Да, в Горнолтайз поедем сейчас. Машинка из Москвы до Новосибирска потом. Кстати, будущая хозяйка училась в Москве. И у нее паспорт в городе Москве. Ну, вот, мир тесен получается. Желаю вам хорошего пути. Спасибо. Так, вот щеточка, если что, от снега. Ну, сейчас как это ощущение после вымкрузера? Расскажете. Как в бардачке от вымкрузера. Ну, тормоза более резкие, да? Тормоза резкие, да. Знак он тяжелый. Кстати, а сейчас. А это что-то все легкая машина. Кстати, у нее весло-то. Что-то полтонны-полторы, по-моему. Искверинт, сколько примерно? По-моему, 160, что-то около того. А может, 170. Не попутать, у меня дизельный. Вот я всегда думал, как, если я куплю дизельную машину, как мне вспоминать каждый раз. Особенно, когда на двух и на трех ездишь машина. Мне кажется, должны существовать эти... Для бензина круглый бак, а для дизеля треугольник, чтобы нельзя было вставить. Я заметил на двух сутках, как кажется, у всех проблема. С этим тормозом. Надо задавать усилие. Я первый раз купил, сел, поехал. Тормоза нет. Ну, да, есть такой момент. Такая у них болезнь. Не болезнь, а, ну, то есть, как бы... Особенность. Нормально, особенность для машины. Я один раз купил Kia Ceed машину. И я вот реально, там такой резкий тормоз. Мне просто после Toyota, вот у Avensis у меня до этого был, Kia Ceed купил. Я по трассе даже километров в штою ехал, пока привык. Просто жесть вообще. Так, ну все, счастливенько. Ну все, ладно, счастлив. Если что, свиносвязи, звоните. Я тебе обещал, что подставить. Ага, все, пока. Блин, ключи забыл отдать. Короче, там уже бесключевой доступ. Они в кармане так и остались лежать. Они там, походу, уехать не могут. Ты извиняешь? Я оттуда раз, пока отвечу. Хорошо сразу покажут. А, да, да. Да. Ребят, решил помочь животным. Значит, нашел в ВКонтакте, там списался с девушкой, которая курирует там все эти вопросы, которая занимается помощью животным, собакам, кошкам и так далее. С приютами там работает, там вот эти передержки, все вот эти моменты. Вот, сейчас, значит, встречаюсь с ней, встречаюсь с Пашей, который тоже мне поможет. Вчера, значит, заехал на оптовую базу на Толмачевке. Грузанул 170 килограмм, там, круп всяких, то есть, что мне Вита написала. Сейчас встречаюсь с ребятами и мы едем в приют. Ребят, знакомьтесь, это Вита. Вита занимается тем, что помогает животным, брошенным, где-то найденным, потерянным и так далее. Привет. Так, а вообще, как у вас вот это вот все устроено? То есть, ну, вот, собаку берете где-то, как находите, привозят вам ее, отдают. Ну, короче, есть паблик, за помощь там в Сибириск называется. И там выставляют объявления, вот, и волонтеры, и просто люди, которые, ну, там, незнавидеть собаку или кошку, там. И такие, типа, вот там-то, там-то, забирайте. Ну, если кто-то хочет, может, там, или рядом находится, просто забирайте. Берет на своего аккурата, становится аккуратором. Вот, и все, примерно так. Потом лечит, отправляет на придержку, прививает, стерилизует. Ну, это все за деньги делается, да? Да, ну, сейчас вот есть проект, который помогает кураторам, и там стерилизация бесплатная. И прививка бесплатная, да? Нет. Прививка бесплатная? Да. Ну, мы ставим, короче, не в клинике, а с вами в купе, в акции. Нормально. Я сама ставлю. Так, ну, дешевле, мы выберем национал. Подхолку? И окошки тоже иногда ставил подхолку. А у тебя у самой есть животное? Четыре. Четыре? Да. В квартире, да? Да, в съемной. Две собаки, две кошки. А как они вместе мне конфликтуют? Ну, одну кошку там пытаются шугать, но это, скорее, в игровой манере такой. А они большие собаки? Нет. Одна трехкилограммовая, другая десять килограмм. Ага. Но они все под ображки тоже. Слушай, мне кажется, про их жизнь можно вести тоже блог, как они там, взаимоотношения у них там. Или они просто пофигу. Нет. Друг на друга пофигу. Нет, им не пофигу. Передежки, я так понял, все вообще платные, да? Да нет. Нет? Я, например, одно время брала бесплатно. Ну, просто когда у меня было место, кошку взяла. Ну, вот, например, сейчас, куда мы едем, это приют. И... Ну... Они берут платно, потому что им нужно просто кормить своих. Ну, понятное дело. У них там алабаи, кстати. Не боитесь ли? Не знаю. Я не знаю, что это такое. Алабаи, среднеиземский. Нет, нет, большой собак. Ну, они добрые, они не полезны. Тогда не боимся. Я просто, я, может, и боюсь, но я не понимаю. Хорошо. А как приют называется этот, куда мы едем? Сибирские алабайки. А, так и называется? Да. У меня кошка была в детстве. Ну, и там попугайчики, рыбки там были. Собаки ни разу не были. Ну, так перетаскивал в детстве. Те, которые подкармливал в подъезде. Мама раньше запрещала мне животных заводить. А я как съехала. Отыгралась нормально. Ну, а так и происходит. Когда кому что-то запрещают, там. Мне вот курить, допустим, так не запрещали в детстве. И мне не хотелось. Да, да. Такая же я. Ну, а как я попробовал и понял, что это вообще шляпа. Некоторые покупают даже там за дорого какие-то животные, да, вот эти породы. Да. А чем они отличаются по факту? Причем, что они породистые. У них есть документы, утверждающие, что они породистые. В последнее время часто выбрасывают вот в чарок. Не знаю почему. Хаски, баламутов и иногда даже дончиков. О, мелких дутерьеров. Я не знаю почему. Какие-то будут просто. Так, сейчас пришло время позвонить Евгению. Как вообще они добрались узнать. Ну, я уверен, что все нормально. Ну, как бы позвонить тоже хочу. Дорога дальняя, так скажем. Республика Алтай. Здорово. Алло, Евгений, привет. Привет, приветствую. Слушай, ну что, как добрались? Звоню просто спросить. Да, еще не уехали. Ну, понятно. Ну, так, все нормально, вопросов нет? Ну, нет, все нормально. Ну, все, отлично. Ну, если что, будет, как бы без проблем спрашиваю. Это мой номер вот этот. А, все, 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 нормально. Все, пока. Ага. Блин, они еще не уехали еще в Новосибирь. Они вчера собирались вечером стартовать, ну, практически в ночь. Ну, ладно, все нормально. Я уверен, что с тачкой проблем не будет. В общем, я со спокойной перекупской душой отдал ее. И думаю, будут кататься они на ней очень долго и счастливо. У меня, конечно, были грандиожные инвестиционные планы на этот автомобиль, но ребята, конечно, помогли мне спуститься, так скажем, с небес на землю из моего маленького перекупского мирка, где я купаюсь, прибыли, как крусть Макдак, вернули меня в суровую реальность. Но есть золотое правило. Предлагают денег, отдавай. А то через два месяца еще меньше будут предлагать. Я решил поступить по этому правилу. Ну, ни о чем, естественно, не жалею. Ребятам только зеленые дороги, зеленого света, шершавенькой. Как говорится, лучше синичка в руках, чем журавль где-то там в небесах, инвестиционный журавль. Всем советую так же поступать. Блин, не сказал, чтобы он шторый бензин заливал. Блин, реально забыл. Надеюсь, это мне простительно. Ну, как у нас работа? Здесь, конечно, далековато. Далековато, видите, вылазит шланг. Ну, а так как здесь будет все равно короб, то моно-пенесуально. Короче, хочу согрешить по электрике. Смотрите, вот шторому сделал, да. Отверткой просто только приковырял. Не хочу розетки делать ни одной дополнительно, потому что это подрозетник, потом его долбить, потом что еще, потом вклеивать туда эту пластиковую штуку. Короче, просто будет торчать провод, и я буду к нему прикручиваться на такие специальные стяжки, знаете. Первый провод вставляешь, он назад не вытаскивается. Возможно, там как через какой-то предохранитель. Ну, просто здесь все равно все будет закрыто. Мне не хочется вот это делать. С кирпичом намного легче работать. Сейчас вот это чпоньк, и все можно укрепить уже. Но вот эти, к сожалению, крепежи... Я не... Блин, еще отвалилось. Я не взял их. К сожалению, сейчас не получится до конца добить этот момент. Вовсю бухтит шпукатурка. Попробую сейчас аккуратно просверлить без ударной функции. Вообще, этого перфоратора чувствуется, что цена прям разваливается, как эта. Как игрушка. Ну, что можно сказать? Все штропы готовы, получается. Раз. Здесь две. И здесь плюс две. Две. И еще одна. Получается, по времени я потратил где-то пару вечеров, где-то три с половиной часа. И сегодня с утра получается с десяти до часу. Получается, где-то около восьми часов потратил. Ну, полноценный рабочий день. Вот. Сколько бы с меня мастера взяты, интересно, напишите в комментах. Если честно, с проводом не так приятно работать, как вот с трубами, с штробами. С этими хоп-хоп, там все как-то работа слаженная, спорится все. Тут как-то там что-то, провод укладываешь, он обратно какой-то, его выпрямляешь, он, ну, крутенько. По идее надо было, наверное, больше этих, или, я не знаю, лишь штробить там надо было нормальную нору и туда укладывать, чтобы он там, ну, как бы, мог пошевелиться и это не мешало. А тут он чуть шевелится, его он выпирает уже с электрикой, я надеюсь, сейчас размотаюсь по-быстрому и все, приступаю дальше дубасить. Собакин. Как называется большой? Бурхан. Бурхан, нифигаси. Порода? Это... Да, порода. А, это авчарта? Мы покупали в приют, для Сибирски Алабаймы называемся. Ага. Это просто вид, а содержит от своих собак на передержке. Ничего себе, просто огромное. Привет. Здравствуйте, здравствуйте. Все, где вас? А этот мясо ест, нет? Ну, понятно, не надо ест. Походу, он людей ест. Привет, привет. А со мной поздоровается? И с тобой поздоровается. Блин, тяжелый. Еще один собакин. Гриша тоже что-то подгавкивает там. Сейчас мы заглянем к нему. Гриша, как дела? Выходи. Маша и Гриша – это брат сострой. Мы забрали их из Отлова в прошлом декабре. Тогда им было по 3-4 месяца, и они были еще более пугливыми, чем сейчас. В процессе Гриша, он как-то проще переживал социализацию, даже гулял на поводке. Маша была очень зашуганная. Она и сейчас очень пугливая, но раньше это был просто ужас. Маше нужно пройти программу социализации и зоопсихологам. Как только наше материальное положение выровняется, я займусь этим вопросом. Гриша уже ищет дом. Мы отдаем его в частный дом. Или на вольерное содержание, или на домашнее содержание. Либо на цепь, но при условии, что там будут другие животные. Хаитона мы забрали по весне. Тогда моя знакомая сообщила мне, что на территории завода есть пес с раздробленной лапой. Приют Даридобро тогда помогли нам в оплате лечения. Мы провели операцию. Он восстановился, и сейчас он ищет новый дом. Он может пристраиваться как на цепь, так и в дом, в будку, в вольер. Очень социальный пес, очень игривый, очень активный. Поэтому Выгл приветствуется. Так, а ты кто? Полная программа. Найнзела мы забрали из Каменки по осени. Я тогда болела сильно. Мне позвонили люди, сказали, что нашли мой номер в интернете. Позвонили и сказали, что это не строй дом. К ним пришла собака, как они сказали, умирать. Потому что он приполз, он не мог ходить. Тогда нам помогла группа осиротевшая. И на следующий день мы с девушкой Татьяной поехали. Просто смотрим, а там лежит такое практически действительно полуживое существо. Мы думали, он будет откусываться как-то, но он просто положил голову и упал. Сразу поехали в клинику, ведь лекарь сделали рентгены. Он пролежал под капельницей несколько суток. И уже после первых суток он смог встать на ноги. Около позвоночника в мягких тканях у него пуля от воздушки. Все задние лапы его покрыты дробью изнутри. То есть над ним издевались. Я не понимаю, кому мог помешать такой дружелюбный пес. Он тоже готов переезжать. В принципе, и в ночью дом. Мы хотим отдать его прямо на доживание. Если понадобится, мы, конечно, поможем кормом всем необходимым. Он может отдаваться как в вольер, так и в будку, на цепь и в дом. Он не особо прихотливый, ленивый. Ну, старый пес, что с него взять. Очень ласковый, очень добрый. Хорошо относится к другим собакам, к кошкам, к детям. Это красный пес Найджел. Ребят, ну вот, смотрите, приют в Сибирске Алабай. Очень надеемся, что получится как-то помочь. В лучшем случае, конечно, пристроить. Хотя бы даже если одного, одну собаку пристроить, это уже хорошо. Ну, чем больше, тем лучше. Ну, либо реквизиты, там все будут в описании. То есть вся информация вообще. Номера телефонов еще вот. Номера телефонов. Да, вся инфа будет по этому поводу в описании. А как вообще, с чего идея пришла? Вот, вот, таким вот делом заняться? Я не помню. У меня было 15 лет. Я сидела дома, что-то в интернете, ну, как-то там, играла что-то. Я такая подумала, типа, хочу посадить приюты Новосибирска. И я точно помню, первой была база реабилитации в Кольцово. Я их первыми нашла. И начала им по сумке передавать. И пошло-поехало, да? Да. Я что-то он дошел, не представляю себе, как. Что-то такое приюты. Ну, там, наверное, можешь какие-то деньги платить за это или еще. Нет. А, да, кстати, вот как по финансу? Ну, вот люди, допустим, занимаются этим, да? Нет, ну, просто мне вот в голову не приходит такое, чтобы взять приют, да, вот сделать, там, какой-то собак там, да, чтобы туда присылали. А какой профит-то вообще, ну, человеку? То есть просто ради того, чтобы хорошее дело сделать или... Нет, ну, например, я могу за себя сказать, не могу за других говорить. Насчет денег, там, ну, все держится на идее просто. Никто никому ничего не платит, но, например, я вот начала плотно этим заниматься, когда мне было плохо. Мне реально было очень плохо, я не знала, о чем мне делать. Помню, там, просто расспросу прошло такое-то. Заполелась? Морально. Расскалась с парнем, во. Не, не, не. И? Не за это? Да я просто заболела, что-то, приболела, ты к ним издалил, он дал. 15 лет, да? Нет, нет, в 15 лет, это вот, когда мне было 18, нет, 17 лет, нет, 18, да, 18, а потом съехала от нам, вот. И что-то, ну, мне было сложно, и я начала ездить, там, забирать их откуда-то, ну, короче, проживать их жизнь, вот. Это было неправильно, но, по крайней мере, это мне очень помогло, вот. И я сейчас не, ну, я раньше прям каждый день этому посвящала, я каждый день за какой-то кошкой или еще куда-то там, сюда, ну, так, вот, туда-сюда, по собакам пойти моталась, и мне было, типа, в кайф. Ну, типа, ну, типа, не заряжается аккумулятор. Вот, потому что у меня других дел просто не было, вообще нечего делать было больше. А сейчас, как бы, волонтерство, это не вся моя жизнь, это просто часть жизни, вот так вот, важная часть. Вот, то есть она не занимает теперь весь игрок времени, но все равно. Ну, волонтерство, это, конечно, хорошо, просто кушать-то тоже хочется иногда. Ну, так можно работать, конечно. Волонтерство, это, по сути, такая вещь, она бесплатная. Ну, да, на идее просто. Ну, нет, это все равно помогает. Не знаю, ну, это вот, как, типа, например, два дня работаю, да, в неделю, ну, типа, за деньги, а потом хотя бы один день съездить, чисто эмоционально разгрузиться. Вот, как эмоциональная разгрузка. Да, да. Мы сейчас вот разгрузились, получается, да? Ну, не знаю, как вы вас принимаете. Рома, девчонка, как разгрузилась. Сезонку разгрузили точно, машина прям вздохнула. Минус 170 килограмм. Да, 170 килограмм прям, как это, гораздо плеч. Вид, машинами ты не увлекаешься, ты рисуешься. Я просто про них ничего не знаю. Типа нейтрально отношусь. Молодец, есть ли, есть ли, нету? Нет, нету, нету. Так как бы там было. Так как вообще нет стремления, да? Нет, я отучусь, да, и как бы, оно, знаешь, оно лишним не будет сейчас. Это было, что ли? Да, да. Я хотела раньше на мотоцикл сдать. О, началось. Паша, мотоциклист? Да? Да, чуть-чуть. Класс. Ну, так, короче, никуда я не сдала пока. Да нет, сходи, да, мотоцикл, не знаю, девушка мотоцикл, девушка сзади должна ездить. Дождь там, не знаю, в холод едешь. Да, в Сибири у нас еще особо, а сезон-то короткий. Ну, это я пока не знаю. Вот видишь, вот когда тебе было плохо, ты там с животными начала заниматься. Вот когда мне было плохо, купил мотик и просто уехал на лето куда-то по стране. И тоже вот как-то отвлекся. Ого, не, ну класс вообще. Вита, ну спасибо тебе, что откликнулась. А то, если честно, я, ну, писал, начал писать, вот изучать эту тему. Многие вообще не отвечают. Многие, кто-то говорит, что типа нам реклама только во вред, почему-то. Я, если честно, не понимаю, как там это все работает. Ну, главное, местоположение просто не говорить, потому что правда могут начать подкидывать животных. Ну, я не понимаю, почему во вред. Если что, я потом вообще подскажу вам приветы, которые нужны помощи. А то все, отписи большое. Да, ребят, понятно, что это все на камеру, что это все там блогинг и так далее. Но я думаю, в любом случае животным точно хуже от этого не будет. Сам немного помог, чем смог. Ну, естественно, основная большая надежда на вас, на аудиторию. Лучшим вариантом будет, конечно, пристроить кого-то из животных, из собачек. Ну, либо, может, кто какой-то копеечкой на сборы или информационно поможет также распространить, сделать репост и так далее.